Костюмы бывают абсолютно разные. Следующий немаловажный момент – это обувь. Патронтаж – это мой неизменный спутник. Теперь, значит, самые немаловажные вещи, без чего нельзя ехать на охоту. То, скорее всего, цена за день охоты в каком-либо охотохозяйстве будет для вас в 5-10 раз дороже. С учетом того, что я охочусь на утку, соответственно, должен быть манок, которым я приманиваю утку. Но ремень вот этот я уже не отстегиваю, чтобы у меня всегда все было наготове. Друзья, всем привет! Вы на канале Догблог. Меня зовут Андрей Лобовкин. И сегодняшний выпуск про то, как собраться на вашу первую охоту. Когда-то давно, когда я сам собирался на первую охоту, я вообще не понимал, что с собой брать. Поэтому приходил в магазин, спрашивал продавцов. Продавцы, естественно, смеялись. Кто-то смотрел на меня круглыми глазами. Ну и, в общем, в результате с годами я примерно выработал пул, так скажем, вещей, которые нужно с собой взять. Я хочу с вами поделиться. Этот выпуск будет интересен как начинающим охотникам и те, которые только хотят стать охотниками. Ну и, может быть, даже бывалые охотники для себя что-то интересное подчерпнут. Итак, по порядку. Первое, что нужно взять с собой на охоту, это одежда. Потому что вам в ней охотиться. Костюм. Костюмы бывают абсолютно разные. И они отличаются, естественно, все. Есть костюмы хлопчатобумажные. В них хорошо охотятся в жаркую погоду, когда вы понимаете, что не пойдет дождь, они дышат. Ну вот, когда жара, и в них прям хорошо. Дальше более профессиональные костюмы. Они имеют специальную ткань и имеют какие-то отличия между собой, которые тоже могут быть полезны на охоте. К примеру, те места, в которых охочусь я, а я охочусь в основном на водоплавающую дичь, потому что Бола, мой песик, это рабочий лабрадор, вот мы с ним охотимся на утку. Я стреляю, а он подает. Вот в этих местах, где мы охотимся, много клещей. И поэтому, вот, например, этот костюм, он имеет уловки от клещей на разных уровнях. И верх, и низ имеет. Поэтому это очень удобно. Если клещ ползет, то он в этой уловке застревает и не попадет к вам на кожу. Также костюмы имеют разные ткани, ну, сделаны из разных тканей. Про хлопчатобумажные я уже сказал. И есть разные синтетические ткани. И тут уже каждый производитель, он, ну, я имею в виду нормальные такие производители, которые выпускают профессиональную одежду, они уже стараются сделать какое-то новшество. Ну, допустим, есть ткани, которые быстро сохнут. В моем случае это тоже актуально, потому что мы приплываем. И за одну охоту я, допустим, изначально накачиваю лодку, плывем в лодке, со мной плывет бол, а он все-таки весит еще 30 килограмм, плюс ружье, плюс еще рюкзачок, который с собой. И, ну, довольно сложно грести, если особенно там километр, полтора километра. И это болото, ряска. Вот, в общем, тело разогревается активно. И когда ты встаешь потом уже на место для того, чтобы начинать охотить, ну, первые минут 20 прям жарковато. Поэтому профессиональная одежда, она важна. Если она быстро уберет этот жар, и ты не замерзнешь, то это будет супер. Про костюмы еще что хотелось бы добавить. Покупайте костюмы на разное время года, на разные сезоны. И, может быть, даже в одном сезоне вам понадобятся костюмы, ну, в то время, когда погода будет меняться. Ранняя осень, поздняя осень. Это совсем разные костюмы. Не берите какой-то один универсальный костюм, потому что вы в нем будете либо мерзнуть, либо вам будет все время жарко. Так, ну, вроде с костюмами мы все разобрались. Теперь следующий немаловажный момент – это обувь. Резиновые сапоги. Их на рынке сейчас несколько видов. Есть просто резиновые сапоги. Есть сапоги из какого-нибудь спененного материала, типа этого. Это материалы разные, типа Эва. Я не знаю, они, по-моему, называются. Есть каучуковые сапоги. Каучуковые самые дорогие. При этом говорят, что якобы в каучуковых сапогах не потеют ноги. Я не носил такие сапоги, но не проверял, поэтому ничего про них сказать не могу. Вот, мой выбор летних сапог – это вот такие сапоги из материала Эва. Они с вкладышем. Одеваешь вкладыш, то есть, если, например, я сейчас охочусь, ну, вот сегодня погода где-то плюс 23, а вчера было 30. Я думал, что я вообще спарюсь в таких сапогах. Вот только первая охота у меня была. Ну, абсолютно нормально. Эффект такой – нога сухая. И вкладыш с этой стороны влажный, ну, когда после охоты. И стелька в сапоге тоже влажная. Что меня, в принципе, устраивает. Пришел с охоты, просушил сапоги. И вечером можешь идти опять на охоту. Вот, поэтому такие сапоги могу рекомендовать. И про сапоги еще что могу сказать. Они делятся на два вида. Это короткие сапоги и длинные сапоги. Если ваша охота подразумевает то, что вы можете где-то, ну, болотистая местность, либо, в принципе, понимаете, что где-то будет вода, тогда я рекомендую взять болотные, или, как они еще называются, рыбацкие сапоги. Вот, если же просто гуляете по лесу или в полях где-то, то такие сапоги вам не нужны. А, ну, еще возвращаясь к охоте ходовой, я хотел бы отметить вот подобные профессиональные брюки. Они хороши тем, что часть брюк, которые наиболее подвержены трению, ну, допустим, если вы охотитесь в полях, где-то поднимаете дичь полевую, то здесь вот эти вот места, они усилены. Усилена специальная ткань, ну, и брюки, соответственно, будут долговечные. Еще один момент невыломажный, что касается носков, убирайте какую-нибудь профессиональную, какие-то профессиональные носки, потому что здесь, скорее всего, будут материалы, отводящие влагу, а это немаловажно. Теперь, что касается верхней одежды, то вот такую я бы еще рекомендовал жилетку. Это разгрузочный жилет. Он хорош тем, что вы, допустим, если у вас утиная охота, и вы не охотитесь с патронташем, вот, то вот большие карманы позволяют пару пачек патрон положить. Успокойся. Пару пачек патрон положить, то есть сюда 25, сюда 25, и вы спокойно отохотитесь. Я иногда хожу в жилетки, иногда без жилетки, но патронташ, это мой неизменный спутник. Охочусь с ним. На мой взгляд, очень удобно. Они есть на разное количество патрон. Берешь, ну, то, что тебе нужно. Если это ходовая охота, может быть, не нужно столько патронов. Если это утиная охота, то патрон может иногда и не хватить. Вот, поэтому, в зависимости от того, какая у вас охота, выбирайте по количеству патронташем. Так, теперь, значит, самые немаловажные вещи, без чего нельзя ехать на охоту. Что у вас должно быть? Должно быть разрешение на оружие, должен быть билет охотничий, и должна быть выписана путевка для охоты на то, на что вы будете охотиться. Должно быть ружье, и, соответственно, я вам сейчас расскажу немного про это. Значит, если вы хотите стать охотником, если вы еще не охотник, то вам нужно подать заявление, подать заявление. Через какое-то время вам выдадут охотничий билет. Это общий охотничий билет. Значит, дальше вы вступаете в какое-либо общество. Можете не вступать. Я сейчас объясню, в чем плюс вступление, получение членского билета. Значит, если вы не состоите ни в каком охотничьем обществе, то, скорее всего, цена за день охоты в каком-либо охотохозяйстве будет для вас в 5-10 раз дороже, чем если вы состоите в каком-либо обществе. Соответственно, для того, чтобы состоять в обществе, вы получаете охотничий билет, потом получаете разрешение на оружие. Ну, прежде чем получить разрешение на оружие, вы должны отучиться в школе. Обучение несложное, но вы должны, во-первых, выучить охотничий минимум и прочитать закон об оружии, хотя бы понимать зону ответственности. И вообще, это не лишняя абсолютная информация. В школе вы сдадите экзамены. После того, как вы сдали экзамен, вы уже можете покупать оружие. Вы обращаетесь в отдел в МВД, который занимается оружием. Значит, там вам выдают лицензию на приобретение оружия. Вы идете в магазин, покупаете оружие. И, соответственно, вам выдают разрешение на конкретное оружие, с которым вы потом уже охотитесь. Вот. Дальше, значит, вы вступаете в какое-либо общество, что я рекомендую сделать, чтобы для вас охота была намного дешевле, чем без этого билета. И дальше, уже имея этот билет, вы обязаны платить членские взносы каждый год. Ну, собственно, за это вам предоставляют право охотиться по нормальной цене в этих угодьях. Так, с общими документами мы разобрались. Теперь поговорим непосредственно о документе, который вам понадобится для того, чтобы охотиться. Ну, допустим, вот сейчас начался сезон осенней охоты. И для того, чтобы нам поохотиться с болу на утку, нам потребуется разрешение, так называемая путевка. Вот. В этой путевке она тоже платная. В зависимости от того, с собакой или без собаки охотится человек. Там варьируется немножечко. Цена дороже, дешевле. И здесь, значит, в этой путевке указывается, на кого будет идти охота. Допустим, здесь написано водоплавающая дичь, даты охоты и количество необходимое, ну, максимальное количество норма добычи за день. Допустим, вот здесь написано пять единиц за день. То есть пять уток, селезней можно добыть за один день. Когда вы охотитесь, к примеру, вы сходили на охоту, добыли трех уток, вы вписываете сюда необходимое количество этих уток, которые вы добили. Вот. И, причем, делаете это сразу после того, как вы отохотились в охотничьих, ну, непосредственно на месте охоты. Потому что, если вас будет проверять егерь, то, соответственно, и у вас, скажем, в машине, там, или в сумке есть дичь, то здесь это должно быть отражено. Если этого нет, то вы браконьер. Так. Значит, еще немаловажный момент, который рекомендую приобрести, вот, чтобы все это носить и чтобы все это не растерять. И с учетом того, что вы можете охотиться в разной местности, это может быть вода, не вода, там, болото, лес. В общем, я рекомендую вам приобрести какую-либо сумку. Ну, я не знаю даже, как это назвать. В общем, что-то для того, где вы будете хранить документы. Желательно, как в моем случае, чтобы это было непромокаемое, то есть все документы мы убираем, застегиваем. Также в этой сумке я ношу фонарик, небольшой фонарик, который полезен, допустим, в темноте, когда нужно, ну, допустим, заполнить документы. Включил фонарик, заполнил. Вот здесь же у меня есть на всякий случай небольшой перочинный нож, который тоже иногда может потребоваться. Ну, и, собственно, вот это основное, что лежит. Вот сумку рекомендую покупать, ну, или, как это назвать, я не знаю, сумочка для документов, назовем ее так. Вот желательно, чтобы у нее была нитка, которая позволит вам ее повесить на шее, потому что так она будет выше пояса. Опять же, если вы охотитесь где-то в болотистой местности, это уменьшает возможность ее промочить. Либо, допустим, еще у нее есть вариант крепления на ремне, вы ее закрепили на ремне, она тоже довольно высоко. Можно так. Теперь перейдем к рюкзаку, который я беру с собой непосредственно на место охоты, что у меня там лежит. То есть, это вот мы доехали до какого-то места, расположились, и дальше я, к примеру, там уже накачал лодку, и мы поехали к месту охоты по какому-нибудь болоту. Вот я с собой беру рюкзачок, что там у меня лежит, сейчас я вам расскажу. Монок, с учетом того, что я охочусь на утку, соответственно, должен быть монок, которым я приманиваю утку. Так, дальше. У меня есть свисток, с учетом того, что я охочусь собакой, есть свисток, которым я управляю собакой с помощью определенных команд. Я даю собаке команду, и она ее выполняет. Так, дальше у меня еще что есть в сумке. Подвес для дичи. Отличная вещь, настрелял уток, подвесил, она висит. Дальше у меня есть вот такая еще сумочка, в которой есть необходимый бинокль, компас. Если вы, допустим, где-то в незнакомых местах и вам нужен компас. Дальше. Набор ложка-вилка. Если вы, опять же, идете куда-то на весь день, то вот такие вот наборы, они очень актуальны. Ложка, вилка, нож. Булочка, иди сюда. Иди сюда, Сид. Так, дальше. Есть для того, чтобы можно было вытащить клеща. Специальное приспособление. И есть такие вот термоэлементы. Если вы идете на какую-то охоту, где вы можете замерзнуть, это тоже актуально. Потому что вы одежду можете подобрать, но в какой-то определенный момент вам может стать холодно. Они есть разные, эти элементы, по размеру. Вот. Вы подумаете, что вы именно хотите греть, но если вы окажетесь где-то замерзнете, то такой элемент вам точно не помешает. Вы можете какую-то хотя бы часть тела приложить, и вам будет теплее. Так. Дальше. Обязательно вам нужен фонарь. Потому что, если вы, скажем, утиная охота, она всегда в сумерках происходит. Либо это утрянка, либо это вещёрка. И профессиональный фонарь вам безусловно не помешает. Как только сумерки, вы одели фонарь и спокойно охотитесь. Профессиональные фонари. На фонаре я рекомендую не экономить, потому что они имеют регулировку. Вот этот фонарь, он метров на 300, наверное, светит. И, ну, незаменимый прям помощник. Без него никуда в темноте не получается. Некомфортно. Дальше. Есть небольшой наборчик походный для чистки оружия. Бывает такое, опять же, когда ты охотишься на водоплавающую дичь. Ну, к примеру, окунул ружьё. У меня такое вчера, например, было. Болл выскакивал из лодки, и я вылезал в этот момент, он её качнул, у меня часть ружья ушла под воду. Вот, соответственно, для того, чтобы протереть ствол, можно собрать быстренько шомпол. В длинный он скручивается и просто протереть ствол, чтобы он был сухой. Незаменимый набор. Стоит недорого, но иметь с собой его нужно однозначно. Вот, ну и дополнительно я с собой беру ещё на всякий случай патроны, потому что, если, как мы сейчас ходили, было открытие, нормально постреляли, этих патронов может не хватить, и тогда у вас ещё дополнительная коробка патрон, которая вам будет нужна. Теперь, что касается оружия. Оружие я рекомендую, если у вас есть жёсткий кейс вместе с ружьём, то я рекомендую оружие перевозить в этом жёстком кейсе. Ну, если вы едете, допустим, на машине, ну, из одного города в другой, к месту охоты, в общем, лучше в жёстком кейсе, потому что он не даст, ну, не даст возможность повредить ружьё. Вот, когда вы приезжаете на охоту, то вам, соответственно, этот жёсткий кейс уже не нужен, и здесь вы берёте мягкий кейс, который более удобен, потому что в том кейсе ружьё разобрано, а в этом кейсе, в мягком, оно уже в собранном виде ружьё. То есть, вы пришли на место охоты, вот, потом просто зарядили ружьё, и пошли охотиться. Ремень вот этот я уже не отстёгиваю, чтобы у меня всегда всё было наготове. Вот, поэтому рекомендую два кейса иметь, жёсткий и мягкий. вместо этого кейса, кстати, многие охотники используют, просто этот он довольно толстый, опять же, ну, не повредишь ружьё с ним. А есть вообще такие, ну, тоненькие из ткани чехлы для оружия, вот, потому что оружие должно быть в чехле до того момента, пока вы уже пришли не стоите на месте, и там уже снимаете, начинаете охоту. И вот, чтобы правила были соблюдены, просто можно одеть какой-то чехол, но там будет он мягкий и ружьё всё-таки может, если вы в мягком кейсе его переводите, обо что-то повредиться. Вот, вот, основное я вам рассказал, что нужно взять на охоту. А, ну, ещё забыл, обязательно с собой не забудьте взять термос, потому что наверняка, если вы охотитесь на несколько часов, то вам потом захочется попить, поесть, и либо консервы какие-то берите с собой, в зависимости от предпочтения, либо бутерброды, но горячий чай или кофе никому не помешает, поэтому обязательно с собой какой-то термос должен быть. Термос, опять же, выбирайте по объёму, который вам нужен, и старайтесь брать термос, который наиболее устойчив к тому, что вы, скажем, можете его уронить, вот, чтобы он не разбился. Сейчас покажу свой термос, какой у меня. Так, иди сюда. Вот, пошёл за термосом, сейчас я вам расскажу про термос. Вот у меня термос, он на 900 грамм, очень удобный, чашка небольшая, долго очень держит тепло, не остывает, и поэтому можно, с утра его налил, и весь день он выручает. И ещё, если вы охотитесь с собакой, то немаловажно вот эту вот, такую вот, штуку купить, это поилка для собаки, очень удобная, потому что с собой не будешь таскать миску. Будешь пить? Не хочет пить сейчас. Ну, в общем, здесь специально сделана такая поилка, таким образом, что собака лакает оттуда, и, ну, она, собственно, не занимает много места, поэтому, если мы куда-то идём далеко, то у меня ещё в рюкзаке присутствует поилка для Бола. Вот, ну, наверное, я вам рассказал всё об однодневной охоте, и, если вы едете на охоту без машины, то этого будет вам, наверное, достаточно. Но, если вы едете на машине, то для более комфортного отдыха я бы рекомендовал ещё использовать какие-нибудь вот такие вещи, кемпинговые уже. И, ну, их много и множество, я все сюда сейчас не стал тащить, потому что есть столики, есть какие-то холодильники, есть дополнительные шатры, есть ещё что-то. взял самое необходимое, что может потребоваться. Вот это вот газовая горелка, она на две комфорки, здесь можно кипятить, жарить, ещё что-то. Это очень удобно, потому что костёр не всегда получается развести, это дополнительное время, а это прям вот, если что-то нужно поджарить, ну, с собой взять каких-то продуктов, и тут же их поджарил, и поел, и много времени на это не потратил. И, ну, наверное, для однодневной охоты это всё. Если вы едете на охоту на два дня, тогда вам стоит задуматься о том, где вы будете ночевать. Спать на сидении в машине, вот, никому не рекомендую, я сам лично никогда не спал, но те, кто рассказывает, так спал, ну, абсолютно не выспишься в таком состоянии, если всю ночь. И охота всё-таки, она сопряжена с тем, что есть оружие, соответственно, повышенная опасность, соответственно, повышенный контроль должен быть, и должно быть повышенное внимание. Для того, чтобы было повышенное внимание, вы должны выспаться. Для того, чтобы выспаться, вы должны спать на каком-то месте, на котором вы можете выспаться. В моём случае есть два варианта. Это либо палатка. Если я куда-то еду на 2-3 дня, то можно взять палатку, поставил палатку, и в палатке спать очень комфортно. Я сейчас вам покажу, что у меня в палатке. Палатка, во-первых, защищает вас от дождя, ветра, и температура в палатке в любом случае будет больше, чем температура на улице. И современные материалы, которые сейчас используются в палатках, они позволяют максимально комфортно переночевать. Сейчас покажу поближе. Во-первых, хочу отметить самонадувающиеся коврики. Отличное решение. Этот коврик, он скручивается в рулон. Болл, проходи сюда. Всё, лежать. Коврик скручивается в рулон. Много места не занимает, когда вы его... Ну, при перевозке. Потом вы его раскидываете, когда собираете палатку, и он сам набирает воздух. После того, как он набрал воздух, вы его дополнительно подкачиваете и спите, как на обычном матрасе. Высоту он, если я не ошибаюсь, сантиметров 7, когда полностью раздуется. Спать очень комфортно. Земли вы не чувствуете, холода не чувствуете. Это самое главное, чтобы не заболеть. Спальники современные, они тоже по температуре. Вы выбираете спальник, который имеет определенную температуру комфорта. Допустим, если жарко, вы берете температуру комфорта плюс 15, скажем, и вам хорошо. Опять же, спальники, вы можете спать в нем как в спальнике непосредственно, так и расстегнуть. Если вообще жарко, можете взять, ну, чем-то прикрыть эти матрасы, или можете просто спать на матрасе, здесь приятное покрытие у них. А этим просто накрываться как одеялом, тогда вам будет попрохладнее. Подушки современные, походные, они сейчас тоже классные. В них наполнитель самораздувающийся. Когда вы ее везете, вы ее просто вот так вот скручиваете и вот в таком виде вы ее перевозите. Мало места занимает, очень легкое. Когда вы приехали куда-то на место, встряхнули, и минут за 30 она, наверное, полностью вот те элементы, которые у нее внутри, они распрямились, и она упругая стала, вы абсолютно нормально переночуете. В общем, по палатке это, наверное, все. Палатку рекомендую брать, чтобы у нее было какое-то место между тентом и самой непосредственно внутренней частью, потому что сюда вы можете сложить ваши вещи, скажем, если пойдет дождь, то они не промокнут. И еще один вариант, который я вам расскажу, о котором расскажу, где можно ночевать, это автомобиль. Если у вас тот автомобиль, который сиденье, в котором раскладывается в ноль, то вы абсолютно спокойно можете ночевать в автомобиле, как делаю я. Делаю это потому, что я не трачу время на установку и сборку палатки. Установка сборки палатки это, наверное, полтора-два часа, если все палатку просушить. Потом еще, если дождик пошел, то ее прежде чем собрать, нужно просушить. И если не получилось этого сделать, идет дождь, тогда, соответственно, вы приезжаете домой, вам нужно ее просушивать, опять разбирать. Если есть возможность поспать в машине, я всегда сплю в машине. Сейчас я покажу вам, что я себе там устроил. Ну и, наверное, тогда переместимся в машину. Для того, чтобы комфортно переначивать в машине, я подготовил свой автомобиль. Ну, во-первых, машину купил такую, которая раскладывается в ровный пол. И еще купил такое накрышное устройство для перевозки, багажник, куда я, собственно, все складываю. То есть мы приезжаем куда-то, у меня там наверху лежат все вот эти вот коврики, спальники и так далее. Я быстро все раскладываю, беру с собой боло, и мы спим. Здесь я опять использую самонадувающиеся коврики. Сейчас покажу вам, как это работает. То есть вот такой объем коврик занимает. У него есть клапан. Я его раскладываю. Дальше он минут за 10-15, наверное, полностью распрямится, надуется. Здесь я кладу второй такой же коврик. Вот. 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 Расстилаю его. И когда они раздуваются, то у меня получается вот все это пространство как кровать. Я беру спальник. Спальник точно такой же, аналогичный, как я использую в палатке, поэтому я не буду его раскрывать. В общем, я беру спальник, подушку, и у меня получается полноценное место. Здесь я стилю коврик, на котором спитбола. Вот. И, собственно, у меня есть полноценное место для ночлега. Очень удобно. Если есть возможность приобрести автомобиль, который так раскладывается, тогда это будет для вас прям серьезное подспорье по времени, чтобы не тратить время на сбор палаток. Ну и, соответственно, вам нужно подумать о климатике, потому что это тоже немаловажно. В машину я поставил климатическую систему, Вебаста. Я выставляю температуру необходимую, и поэтому я сплю в комфортных условиях. Если, допустим, это, ну, сейчас лето, понятно, это не нужно, а если это уже осень, сентябрь, октябрь, тогда это очень актуально, чтобы не замерзнуть. Вот. Про машину рассказал. Ну и сейчас я вам покажу, как мы, собственно, уже экипированы. Спускаемся на воду. Как это выглядит? Итак, мы в лодке, полностью экипированы. Сейчас, когда залез в лодку, вспомнил, что я забыл попшикаться средством от комаров, а оно у меня лежит в боковом кармане рюкзака. Поэтому я вам сейчас вкратце расскажу еще, что у меня в боковом кармане рюкзака. Значит, здесь у меня, собственно, само средство от комаров. Маскировочная накидка. Иногда она актуальна, когда нужно, допустим, ну, вот, мало растительности, и нужно как-то скрыться. Тогда можно нарубить быстренько веточек, поставить что-нибудь, и накрыть это накидкой. Тихо-тихо. Вот. Для того, чтобы было чем нарубить, я всегда ношу с собой нож, чего я вам рекомендую. Охотничий нож никогда не помешает. И также в боковом кармане у меня есть накидка от дождя, потому что если пойдет дождь, то всегда лучше оставаться сухим. Все. Сейчас мы непосредственно находимся в тех угодьях, где охотимся. Охота скоро начнется. Ружье со мной, болка со мной. Саму охоту мы вам покажем в следующем выпуске, поэтому не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, и активировать функцию колокольчика для того, чтобы не пропустить наш следующий интересный выпуск. Я хотел бы еще отметить напоследок, что охота – это отличное времяпрепровождение. Я всем рекомендую ее, потому что, ну, это прекрасный отдых, выходные дни, в отпуск, в общем, когда у вас есть свободное время. Это отличная перезагрузка, это единение с природой. Ну, и, в общем, от охоты вы будете получать самые положительные эмоции. Друзья, на сегодня это все. Всем пока. До новых встреч. Пока. Догблок.